Что вы почувствовали? Я не знаю, я думаю, у меня вообще... Не знаю, я тебе могу сказать. Это звери, это дети какие-то. Это мама десятилетнего мальчика. Женщина признается, вот уже две недели подряд сердце разрывается от дикой боли. 25 июня она от старшего сына узнала то, что не могла себе представить даже в самом страшном сне. На местном озере и в собственном доме надругались над ее младшим сыном. Четыре бутылки охоты, четыре пачки сигарет. Мы пришли, купались, купались, купались. Заставляли пить, пить, я пил. Я выпил полбутылки, я упал в отморок. И завели меня в дом. И там меня потом... В дом это заброшенный какой? Да. Вот так проводила время совсем еще юная компания. Помимо сыновей женщины, назовем ее Мариной, 10 и 13 лет были еще двое 13-летних мальчишек. Они-то, по словам заринчанки, и задумались вращение над младшим. Когда об этом Марина узнала от старшего сына, сразу же обратилась в полицию Заринска. Шесть часов участки, вспоминает она, самые страшные в ее жизни. В ходе допросов ребятишек, женщина в подробностях узнала, насколько неподетски жестоким может быть детский мир. Одно из мест, где надругались над ребенком, это баня. Мальчик пошел ее затопить и упал. В этот момент, по словам очевидцев, двое пьяных 13-летних подростков зашли и совершили преступление. По словам мамы потерпевшего, ее ребенка напоили и надругались, когда он был без сознания. Помочь своему 10-летнему сыну она не могла, она была на работе. Старший брат пояснил, что его по роковой случайности рядом в нужный момент не оказалось, ушел гулять с другими. Когда вернулся, все уже случилось. Благо младший в какой-то момент пришел в сознание и ринулся бежать. Я вот так вот сел и сидел, пока они не увидели меня. Минуты две. Потом они увидели меня. Я, короче, вот сюда встал и сказал, давай еще раз. Я сказала, нет, потом услышал язык, что брат мой едет. И я быстренько побежал слазить. По словам Марины, оба подозреваемых в причастности к изнасилованию в полиции во всем сознались, но не осознали, насколько мерзкий поступок совершили. А позже родители горе-подростка звонили и пытались откупиться, чтобы женщина просто забыла об инциденте и не выносила ссоры из избы. Ты что захочешь, то я тебе куплю. Только попроси, только, пожалуйста, не губите детей. Чтобы я их не писала заявление, не губила. Что нельзя, не спецшкола никуда. А почему нельзя? Ну, боятся, что они их там погубят. В спецшколе я говорю, а мой сын как теперь будет жить с этой? От вознаграждения Марина наотрез отказалась. Говорит, по-хорошему бы теперь навсегда уехать из Заринска. Но возможности нет. Одна воспитывает троих детей, и семья живет более чем скромно. Решила, будет защищать сына здесь как может. Помимо полиции, написала заявление в СУСК. По данному факту проводится доследственная проверка в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса России. В ходе ее проведения будут установлены все обстоятельства, и дана им будет юридическая оценка, и принято законное обоснованное решение. А вот полиция, считает женщина, явно затягивает с результатами медосмотра ребенка. Оно прошло 26 июня, а результатов освидетельствования до сих пор нет. Марина боится, что никто за содеянное не понесет наказание. Подросткам нет и 14, к тому же один из них учится в элитной школе Заринска. До их родителей дозвониться не удалось, но педагоги школы, где учится второй подросток, и, кстати, там же 10-летний сын Марины, признались, что в курсе случившегося. Мы говорили и обговаривали, конечно, и решение будет принято. Но мы сначала, наверное, как-то это должны и с родителями, да, и с отделом, комитетом по образованию. Вот это вообще кошмар какой-то, и впервые с этим сталкиваюсь. Шокирующее происшествие вызвало настоящий переполох в Заринске. Кажется, весь город пребывает в недоумении и растерянности. Многие просто боятся отпускать одних детей на улицу. Ну как все эти жить-то? Это именно ужасно такое. Пока следователи продолжают проверку и подробностей не сообщают. Процессуальное решение будет принято до августа. Но известно, что подозреваемых в причастности к преступлению планируют поставить на учет. В органах профилактики, как лиц, склонных к противоправным действиям. И за ними будут пристально наблюдать. Правда, этих мер, считает Марина, явно недостаточно. Она признается, что, возможно, слишком мало уделяла внимания воспитанию своих ребятишек, но не думала, что детство может быть настолько опасным. Если в нем поступают хуже, чем многие взрослые, то и спрос должен быть соответствующим, требует женщина. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости.